В конце осени и начале зимы в Забайкальском крае возрастает число ДТП с участием пешеходов. Часть из них происходит на нерегулируемых переходах. Одна из причин – недостаточная видимость. В текущем году на территории края зарегистрировано 194 дорожно-транспортных происшествий наезды на пешеходов. 32 человека погибли и 164 получили травму различной степени тяжести. 81 дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездами на пешеходов, произошло в темное время суток. В том числе в 80 фактах пешеходы не имели на одежде световозвращающие элементы для того, чтобы обеспечить видимость для водителя. Светоотражатель на куртке или рюкзаке никак не помешает пешеходу, а вот спасти жизнь вполне может. Егор Лопенцев выходит из дома в школу к 6 утра. На его пути встречается далеко не один неосвещенный пешеходный переход. И попасть под машину, по его словам, проще простого. Я считаю, что светоотражатели и на рюкзаках, и на куртках – да, в принципе, очень полезная вещь. Потому что машины своими фарами будут светить на них, и светоотражатели будут посылать им свет, показывая, что перед ними пешеход. То есть это увеличит ваши шансы не столкнуться с автомобилем и, в принципе, повышит вашу выживаемость на дороге. Моего друга чуть не сбили в темное время суток. Ну и он как раз-таки был без отражателей и тоже в темной одежде, как и я. Но он потом нам это рассказывал и кровь стынет в жилах. На этом видео можно убедиться, что светоотражатель на свету от фармашины видно раньше, чем человека. В то же время пешеход без световозвращающего элемента почти не заметен. Очевидно, что в первом случае шансов попасть под машину меньше. Даже при плохой погоде внимательный водитель среагирует на вспышку и притормозит. Я рекомендую иметь светоотражающие элементы не только детям, но еще и всем взрослым. Потому что это действительно поможет вам сохранить вашу жизнь. Сотрудники ГИБДД рекомендуют крепить светоотражающие элементы на куртки, сумки, брюки и рюкзаки. Тогда выход из сумрака на проезжую часть в городе будет в разы безопаснее. Вне населенных пунктов светоотражатели тоже важны. Особенно, если водитель остановился ремонтировать машину в темное время суток. Григорий Анипер, Антон Носов, РТК Забайкалье.